Добрый день уважаемые подписчики. О том, что Шуша средневековый азербайджанский город и построил его панах Алихан в 1752 году, знают все кто умеет читать. Этот факт описан и признан во всех источниках, где говорится об истории этой крепости. Но у армян, как водится издревле, своя версия, которая в последние годы тиражировалась особенно активно при любом удобном случае. Ведь в общем-то в мире немного тех, кто интересуется достоверной историей того или иного места на земле или народа. Вот почему армяне благодаря манипуляциям смогли создать свою фейковую древнюю историю. Недавно на армянских сайтах привели в действие свой излюбленный прием запуска новой недостоверной информации в медиапространство. На этот раз взялись за средневековый азербайджанский город, который признан на мировом уровне цитаделью культуры Азербайджана. Статья называется «Великие армяне, которых Шуше подарил мировой культуре». Все вроде бы правильно и благопристойно, автор рассказывает об армянах, когда-то мирно проживающих в Шуше вместе с азербайджанцами, об их достижениях в сфере культуры, которые в основном относятся к советскому периоду истории города. Для незнакомых с Карабахским регионом Азербайджана, во-первых, поясним, что город Шуша, несмотря на все попытки армянизировать его историю, является азербайджанским городом со дня своего основания в 1752 году панах Алиханом Джованширом. Он был построен как крепость для защиты Карабахского ханства. Изначально город назывался Панахабад в честь своего основателя, а в дальнейшем стал называться Шуша. Город прославился героической обороной от нашествия иранской армии в 1795 году. До 1823 года Шуша оставалась столицей Карабахского ханства. С 1923 года город являлся районным центром Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР. Шушу также называют храмом и колыбелью азербайджанской музыки и поэзии, консерваторией Кавказа. Шуша славилась своей богатой культурной жизнью, литературой, музыкой, архитектурой. В 1912 году в Шуша стараниями врача Абдул-Керима Мехмандарова была открыта первая русско-азербайджанская женская школа на 30 человек. В городе действовало большое количество различных литературных и музыкальных обществ. Именно здесь расцвел такой древнейший и самобытный вид азербайджанского музыкального искусства, как мугам. Во время Карабахской войны с 1991 года в Шуша было разрушено много зданий и в том числе, к сожалению, знаменитые исторические архитектурные ансамбли. Вот, что пишет, например, об этих разрушениях фотограф с мировым именем Реза Дикхати. Самая выдающаяся поэтесса всех времен Азербайджана, Хуршит Бануна Таван, родилась в городе Шуша 15 августа 1832 года. Она была потомком панаха Алихана, основателя Шуши и правителя Карабаха. Хуршит Бануна Таван потратила большую часть богатства семьи на гуманитарную деятельность, в том числе на строительство исторического акведука для доставки воды в Шушу, шедевр инженерной мысли, который до сих пор обеспечивает водой город. Она была похоронена вместе с отцом и другими членами семьи в красивом комплексе 18 века в городе Агдам. В 1992 году, перед захватом города армянскими войсками, я посетил культурные центры, был поражен архитектурой, а также красотой статуи на ее надгробии. После освобождения города, в ноябре 2020 года, я вернулся на то же место. Большим потрясением было увидеть, как все было разрушено намеренно. А узнать, что над ее могилой совершили акт вандализма, и все останки были вывезены. Вероятно, теми же людьми, которые пили воду из Экведука. Такая же участь постигла и дворец Панах Алихана, и многие дома знаменитых азербайджанских родов, многих поэтов, писателей, композиторов и музыкантов, имена которых известны всему миру. Те, кто с таким усердием переписывают статьи, написанные о Шуше, подставляя в предложение армянские имена и фамилии, не удосуживаются хотя бы упомянуть что-то из вышеназванных фактов для придания правдивости, своей статье. Приписывают Шушу, не моргнув глазом, местом рождения всех подряд, кто сам или кто-то из его предков, имел хотя бы отношение к этому историческому городу. И все было бы можно списать на неопытность автора, еще не знающего правила соблюдения достоверности фактов при подготовке, подобных информации, если бы в конце статьи не вылезли длинные уши, точнее армянские носы фальсификаторов. Вот как закончили псевдопропагандисты, этот материал о культурных деятелях и шушинцах-армянах. Сейчас этот древний армянский город, с богатой историей, давший Армении и миру так много созидателей, перешел под контроль азербайджанцев. Итак, в интернет-пространстве опять тиражируется патологическая ложь. К сожалению, патология эта может носить по заключению специалистов или временный характер, или длиться всю жизнь. Более того, по мнению ученых, хронический лгун не признает ложь ни при каких обстоятельствах, не подвержен угрызениям совести и не видит в своей лжи ничего страшного, он отличается тем, что быстро вживается в роль и верит в правдивость своих выдумок. Так что удивляться армянскому феномену создателей фейковых новостей на сайтах, информационных вбросах в соцсети, не стоит. Только автор статьи о шушинцах армянского происхождения, имеющих популярность в сфере культуры, несколько переборщил. Мало того, что всему миру известно, что шуша вернулась в Азербайджан. В результате уникальный по своему исполнению военной операции. Благодаря беспримерному мужеству и храбрости азербайджанских воинов-героев, он запускает в интернет просторы. Фейковую информацию о якобы передаче под контроль Азербайджана, древнего армянского города. Без зазрения совести назвав город армянским, который построил панах Алиханджи Ваншир. Где азербайджанцы до оккупации составляли 90% населения. Он еще и завершил свою статью, таким грубым по смыслу вопросом. К своему поколению, фактически озвучив призыв к деструктивным действиям. А ведь давно уже пора остановиться всем авторам псевдонаучных исследований. Наступило время, когда следует все-таки понять простую истину. О которой говорили и армянские историки, и российские. В частности, и автор многих исследований, связанных с историей Армении, Александранинский. Недостаточное, поверхностное изучение истории часто служит причиной вреда, создавая ложные идеалы. Армянский эгитпром делает вид, что нет разоренных, практически уничтоженных азербайджанских городов. Нет более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане, которые должны вернуться в свои дома, на свои земли, где почти 30 лет хозяйничали армянские оккупанты. Нет ужасающих картин мусульманских кладбищ, с развороченными могилами, разбросанными по округе костями захороненных здесь мусульман. Это просто поразительная способность не замечать совершенные, своими соплеменниками ужасающих преступлений против человечества. Следы которых, видят сегодня все, кто приезжает ознакомиться, с последствиями армянской оккупации, территории Азербайджана в Карабахе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, поделитесь своим мнением в комментариях, это помогает развитию канала. Также подпишитесь на наш канал Этногид. На этом канале мы будем рассказывать о истории и жизни тюркских народов. Также истории городов, странно людей их населяющих.